Они не могут практиковать бахтии никогда, если они не следуют принципам благочестия. А во-вторых, они становятся ужасными проповедниками, потому что людям трудно понять бахтии. Но благочестие им понять очень легко. Каждый человек может понять, что такое правдивость. Каждый человек может понять, что такое чистота. Каждый человек может понять, что такое благодарность. Каждый человек может понять, что такое нравственность. Это естественные качества благочестивой личности, которые помогают разлить в сердце бахтии. Поэтому бахтиин он такой говорит, что Банажрама это забор бахтии. Он защищает наши бахтии и не дает разрушить наши бахтии. И вторым защитником является Нарасим Хадеб. Мы можем подумать, ну тогда зачем мне нужна Банажрама? Я буду просто поклоняться Нарасим Хадебу, и он будет защищать мою партию. Но на самом деле, Нарасим Хадеб, из этой истории мы видим, что он не был доволен поведением своего пременца. Потому что его поведение было безнравственным. И Господу всегда нравится, когда его премен и ведет себя очень благочестиво. Поэтому Шима Браупада говорил, сначала нужно стать джентльменом. Станьте джентльменом, станьте настоящим человеком. И Нарасим Хадеб это тот, кто защищает наши бахтии и исправляет нас. Иногда он может даже нас наказать. Не то, что мы стали преданные, и у нас больше нет страданий. Если это было бы так, то очень скоро мы бы подумали, что не Кришна Бог, а Я Бог. Поэтому Нарасим Хадеб, он защищает наши бахтии и иногда наказывает. Но при этом, когда он наказывает, он сразу дает нам разум. Понимание.